В попытках захватить Авдеевку Россия несет рекордные потери, сообщает Институт изучения войны. В ноябре 2023 года потери российских войск в среднем составляют 931 человек в день, что делает этот месяц самым смертоносным для армии РФ с начала вторжения. Ранее самые большие потери российская армия несла в марте 2023 года – 776 человек в день. В то же время на фоне сложных погодных условий продолжаются наземные атаки по всей линии фронта, хотя и немного медленнее. Окупанты, не считаясь с потерями, ведут наступление на шести направлениях в районе Авдеевки. Продолжаются тяжелые бои возле Коксахима. Российская армия, пополнив свои предевшие в предыдущих боях части, начала новый, уже по моим подсчетам, шестой штурм Авдеевки. Украинское командование считает, что это третья волна атак, но дело в том, что количество штурмов уже настолько велико, что считать можно по-разному. Если группировать их в более крупные такие вот навалы, то тогда действительно третья. А если последовательно начиная с 7 октября, то уже шестая. 7 октября штурм Авдеевки начался на день рождения Путина, хотели ему подарок сделать, но ничего не получилось. Почему-то, между прочим, считают многие наблюдатели и аналитики, что с 10 начался штурм. Нет, с 7, и это очень хорошо документировано. Первые попытки штурма Авдеевки начались именно 7 октября. Так вот, с 7 октября уже шестой штурм идет, по моим подсчетам, и на этот раз основные удары наносятся как с севера и с юга по сужающемуся горлу, связывающему Авдеевку с Большой землей, так и с юга непосредственно по самому городу. Российские войска смогли продвинуться в промзоне к юго-востоку от Авдеевки. Громогласно заявили корреспонденты военные, что промзона наша, что это исторический успех, что теперь русская армия дойдет до Карпат, но они сообщают об этом уже, наверное, раз в десятый, что вся промзона занята, и каждый раз после этого начинаются бои глубоко внутри этой промзоны. Вот и сейчас пока что внешние наблюдатели, асинтеры и институт изучения войны американский не подтверждают, что вся промзона в руках российских войск. Там геолоцированных данных пока недостаточно. Но российские военкоры трубят вовсю же, что вся промзона, которая находится к юго-востоку от Авдеевки, полностью захвачена, и русские войска якобы уже ворвались в сам город, что тем более пока выглядит несколько преждевременным. На карте проекта Дипстейт, украинского проекта, видно, что Россия продвинулась где-то километр захватила, но карта обычно дня на три отстает, поэтому последние сообщения в ней еще отражены быть не могут. О продвижении в районе Авдеевской промзоны сообщают российские источники. Согласно последней сводке проекта Варгонза, штурм Авдеевского укрепрайона ведутся со всех направлений. С юго-востока вошли в промзону, и это серьезный тактический успех, потому что там прорвана укрепленная линия обороны ВСУ. Ну, это опять вот сообщение из-за разгляда военного тумана. Захватили исторический успех, вошли в исторический успех, прорвали оборону, но дальше легко не будет и легче не будет. Это вот все такие сообщения обычно прикрывают то, что на самом деле происходит. Согласно посту, опубликованному военным блогером Борисом Рожиным, российские военные заняли небольшую часть промышленного комплекса города площадью где-то метров 300. Вот это выдается за великий прорыв. Украинцы отошли на другую позицию, тоже заранее подготовленную, но она ниже расположена, там будет труднее обороняться. Потери России в Авдеевке в среднем в ноябре достигли тысячи человек в день. Это огромные цифры. Они означают, что в ноябре месяце Россия призвала через вербовочные пункты, наняла 30 тысяч рекрутов новых наемников в свою армию, и 30 тысяч она потеряла. Ну вот сами судите, это впервые. И так до такого уровня вышла Украина, что Россия не смогла увеличить численность своих войск. До сих пор она только наращивала свои войска после прошлогодней мобилизации. Напомню, что входили в Украину 170 тысяч войск российских и еще 1050 всяких там ДНР, ЛНР. А сейчас воюют в Украине, несмотря на все понесенные потери, больше 400 тысяч, 420 тысяч человек, как говорят военные эксперты. И вот впервые мы видим, что в ноябре расход людей сравнялся, а может быть даже и превысил количество нового набора, который в городах и весях России среди беднейших классов за большие деньги осуществляется Министерством обороны. В той войне, которая идет вокруг города, единственное значение имеют только потери. Потери украинцев меньше раз, наверное, в 10 в людской силе, чем потери россиян. Как сообщают источники с украинской стороны, целые подразделения российских солдат погибают, в то время как украинцы могут не потерять ни одного человека. Есть случаи, когда на одном из участков боя русские положили 100 человек, украинская армия не понесла ни одной потерь. Такие случаи нередки. И вот это соотношение потерь, оно решающее. В войне на истощение воюют за истощение врага. То есть максимальные потери это главное. Авдеевка, которая сейчас практически в окружении находится, узкий перешейк, соединяющий ее с большой землей, 6 километров примерно осталось, простреливается даже минометами на всю глубину. И всякое перемещение возможно только большой осторожностью по ночам. И то русские обстреливают движущиеся отряды украинцев. Очень трудно гражданских выводить. Было от тысячи до полутора тысяч еще в Авдеевке мирных жителей. Их пытаются сейчас эвакуировать. Не все, кстати, соглашаются. По подвалам прячутся. Не представляют, видимо, что их ждет, когда город будет захвачен русскими войсками. Но украинская армия защищает именно этих жителей. И использует пока возможность нанести русским максимальные потери, сохраняя свою живую силу. И вот пока эта динамика сохраняется, биться за Авдеевку имеет смысл. Когда динамика повернется, а такое обычно бывает в оборонительных битвах, когда начинает успех склоняться на сторону атакующей стороны, нужно будет быстро это сражение прекращать, войска выводить. Потому что главное, повторю еще раз, в войне на истощение – это сохранение своего военного ресурса, то есть людей. И нанесение максимального удара, урона живой силе противника. Вот это сейчас украинская армия делает в Авдеевке. И это блестящий пример той тактики, которая сегодня по силам украинской армии. На фоне всех разговоров о том, что украинцы не могут победить, что-то арестовить, говорить, что мы не сможем победить. Авдеевка показывает, как Украина сможет победить, потому что соотношение потерь под Авдеевкой, если его распространить на весь фронт, абсолютно для России неприемлемо. Русские военные ресурсы, людские, не превышают украинские в 10 раз. Они больше раз в 5. Соответственно, вот 1 к 5 потери нужно по минимуму наносить русским войскам. А если больше, то это уже в пользу Украины, в чистую работает. Хотя на самом деле, конечно, и при 1 к 5 Россия долго тоже не выдержит. Вот такие вот у нас дела. Это блестящий пример оборонительной тактики, которую Украина может противопоставить мясным штурмам и ставке на превосходство в людской силе, которую сейчас приняла Россия. Слава защитникам Авдеевке, слава Украине, храни вас всех Бог, пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин